Надо обустроить этот подвал или бросить, пускай есть как есть, так тоже в принципе неплохо, что здесь нужно подобрать и всё, ну и всё повесить. Привет, ребята! Хочу сегодня вам показать свой офис, нет, свой этаж! Слушай, я вообще женщина такая, молодец, целый этаж захватила. Давайте немножечко обустроим мой рабочий этаж в моём билдинге. Мне принадлежит огромное помещение. Сейчас разверну камеру, вам покажу свои владения. Никто, кроме меня, сюда не заходит. Так, откуда начать? Ребята, смотрите, у меня здесь вообще всё культурно. У меня уже появилось что-то, что-то постоянное, и мне это начинает нравиться. Единственное, что мне не нравится, вытяжка, и кондиционер сейчас холодный, всё время дует на меня и вызывает каши. Так, у меня кабинетик, спальня. Если буду разводиться, можно здесь спать отдельно. Ладно, шучу. Я вот думаю, надо всё это дело обустроить. Уже целый год иду в один магазин, где хочу купить краски. Всё, не могу дойти до этого магазина. Думаю, немножечко надо покрасить, потому что у меня стены здесь разные. Но не важно. Вот моё рабочее место, моя студия. Надо сделать фон. Надо немножечко здесь всё разукрасить. Ну, как-то обставить культурненько. И здесь снимать видео. Никуда не прыгать. Ну, иногда прыгать-то надо. Кроме этого, есть у меня основное помещение. Тоже здесь беспорядок. Здесь остались книги детей. Надо всё это дело выкинуть. Выкидывать жалко. Книжки хорошие. Я бы, конечно, кому-нибудь отдала, если кому надо. А так, наверное, в Гудвилл отвезу. Сделать обстановочку по кайфу. И как-то всё это... Я подозреваю, что мне грозит только одна участь. Мне придётся стаканами расставлять здесь всё. Потому что у нас эти кружки – это больная тема. Опять у нас появился шкаф. Причём очень такой симпатичный. Феликс купил за 5 долларов. Он в отличном состоянии. Я не ожидала. Я думала, будет рухлить. Здесь с полочками. Отличный. Феликс поставил сюда, бросил. До лучших времён. Телевизор рабочий, но я им не пользуюсь. Вот, наверное, мы сюда поставим шкаф. Так, это моя... Не моя. Коллекция мужа. Надо её дополнить. Потому что... Это если я уходить буду... Нет, я шучу. Это нашего последнего путешествия. У нас, смотрите, сколько набралось. Зеркальных. Стеклянных, как их назвать. картинок, вывесок. Это всё наша коллекция. Надо всё это дело развесить. Вот надо развесить. И... Как-то порядочек здесь навести. Потому что... Так вот, это мои девочки. У Адели уже есть... Её диплом. А вот Радмилина ещё не оформлено. Я их сюда бросила. Надо оформить. И я хочу повесить это где-то. Это моя любовь. Не знаю, где её повесить. Здесь или здесь. С другой стороны, почему я ещё до сих пор всего этого не делаю. Я не хочу делать дырки. Я вот вся такая в сомнениях. А так как у меня сейчас с моей последней учёбой, где я занимаюсь... Так, ещё. Надо камеру на себя перевести. А, ну здесь у нас порядок. Вообще, люблю это место. Здесь так классно. Всё чистенько, всё ровненько. Не хочу портить стены, блин, ребята. Это же потом... Это как? Это потом всё надо делать. А тут уже всё чистенько, всё сделано. Вот. Думаю, видишь, как... Так-то симпатично здесь. Очень удобно работать. Мне очень нравится. Я здесь сижу. У меня три экрана. Я так привыкла к этому. Обалдеть. Такой бардак. Что-нибудь стали облеем. Ну, я-то не планировала видео. Я вчера сидела до ночи. Кстати, дайте покажу прикол. Вы же ещё не видели этот... Очки, очки. Очки. Я теперь это... Вот, да? Смотрите. Умная женщина чувствуется сразу это... Как этот... Где-то видела недавно. Говорит, хотите увеличить свою IQ? Доказанный метод. Включает мелодию Моцарта. Музык там. Моцарта какой-то кусочек. И потом выключает. Говорит, чувствуете, как у вас настроение поднялось. Это у вас IQ повысилось. И у меня так же. Очки одела. И сразу чувствую... Блин. Ой, блин. Поумнела. Так ум откладываю сюда. На четрадку. Вот. Шикарное место. Хотела дочери подарить этот стол. Феликс говорит, не надо ударить. Жадина. Думаю, что делать. Что скажете? Посоветуйте. Ну, здесь вы знаете. Все то же самое. У меня свой личный туалет. Как лучших домах Монда на Париже. И самая любимая тема. Блин, надо закрыть шкаф. Если даже шкаф не закрывать. Видите, у меня в шкафу... У меня вода. Если что случится, я здесь жить могу. У меня здесь консервы. И вода у нас же с Феликсом здесь нет. Это мы, когда пандемия была. Мы запаслись. У нас здесь неприкосновенный запас. У меня своя тренажерка. Сюда, конечно, надо ярче свет. Но, тем не менее, я тут начала ходить. Один раз выпендривалась. И такая, думаю, так, все. 10 тысяч шагов. Обязательно. Срочно. Посмотрела. Это надо этот. Без тысяч шагов. Я уже забыла. Это 8 миль или 8 километров. 8 миль. По-моему, 7 или 8 миль. Пошла. Одну милю прошла и упала. Три дня он не подходил. Думаю, каждый день надо проходить. Татьяна, ты уже забыла, как в Валмарте 20 тысяч шагов наматывала? Лентяйка. Буду у тебя ходить. У меня все под рукой. Все, занимайся. Видео снимай. В туалет, пожалуйста. Еда и спортзал. У тебя даже отдельный выход есть. Вот. И говорю, у меня здесь вообще все. Красота. Когда плохое настроение, Феликсу говорю, меня не трогать. И все. И здесь можно этот... Музу ловить. Так, я опять в сторону ушла. Вот я и думаю, мне заставлять все это, вот эти все картинки вывешивать или все-таки подождать? Почему я тут к вам с обзором вопросом? Потому что учеба, на которой я сейчас, у меня образовалось свое комьюнити. То есть девочки, которые заинтересованы той же темой, которой я, мы объединились. И мы создали такое маленькое сообщество, где мы общаемся на эту общую тему. То есть, ну, каждый... Общаем, а сообщество. То есть мы друг другу помогаем понять. У нас есть американцы, есть мексиканцы и есть русскоговорящие. Вот. Мы хотели одну украинку, не захотела. Поленилась, но я ее звала. Ну, ладно. Можешь согласиться потом. И мы у нас будет... Мы будем собираться друг у друга дома. И вот я думала, приготовить здесь место встречи изменить нельзя. Я даже думала здесь приклеить, повесить доску, на которой мы можем чертить. Потому что деятельность сообщества, в котором мы состоим, оно подразумевает не физическое развитие, умственное. Есть одна тема, где надо там немножко поразмышлять. Поэтому надо обустроить этот подвал или бросить. Пускай есть как есть. Так тоже, в принципе, неплохо. Чуть здесь немножечко подобрать и все. Или все повесить. Не знаю. Моя дочка, конечно, смеется и говорит, это все стариковский, бабский вариант. Отчасти я с ней согласна. Но мы не забываем, что мы живем в Небраске. Это республиканский штат. Здесь вообще консервы. Это нормально. Быть консервативным, это нормально. А консервативность, она еще распространяется так, что, извините, нам уже сколько лет. И мы привыкли, нам вот этот стайл, в принципе, нормально. Я бы, конечно, здесь вообще все выкинула. Но, может быть, и не выкинула, потому что качество очень хорошее. Не знаю. Что думаете, вам нравится мой офис? Может быть, что-то изменить? Жду ваших предложений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!